Планирование жизни или роковая ошибка? В преддверии Дня матери в Иванове прошли дебаты, посвященные теме абортов. В дискуссии пригласили медиков, студентов и представителей общественной организации «Колыбель». И речь не о том, хорошо ли это, плохо. К вопросу постарались подойти глубже. Когда женщина знает, что она становится матерью, у нее стоит выбор перед ней. То есть, есть ли поддержка, поддерживает ли семья, поддерживает ли вторая половина женщины в этом решении или все-таки нет. Нам кажется, что для молодежи очень важно понимать и выработать для себя точку зрения в этом вопросе. Именно поэтому сегодня здесь мы проводим публичные дебаты с студентами Ивановских вузов, где мы бы хотели узнать их мнение, услышать их вопросы по тому, что же они думают. Ольга Кривцова многодетно себя не считает. Говорит, что четверо детей – это не потолок. Да и как можно планировать рождение, периодически давая или отбирая жизнь? В трудности и воспитании женщина не боится. На собственном опыте убедилась, что сложно только с первым малышом. Ребенок, когда один, он постоянно маму дергает, ему не хватает общения. Здесь самое главное – вложить все свои силы в первого ребенка. Он вырастает, а за ним все остальные тянутся, то есть берут пример с него. Я мать четверых детей. Я знаю, что через 10 лет каждый из них придет и поздравит меня с днем рождения. Каждый из них, если у меня возникнет сложность, придет и поддержит меня. И также каждый из них придет к другому, к брату, к сестре. Тем не менее, каждая ситуация индивидуальна. И пока только женщина в нашем государстве принимает решение рожать ей или прервать беременность. Медики уверяют, что количество абортов сейчас уменьшилось по сравнению, например, с 70-ми и 80-ми годами прошлого века. Однако цифры все равно впечатляют. За год в России из-за прерывания беременности не рождается примерно полтора миллиона детей. Иногда женщины принимают решение об аборте спонтанно, на грани какой-то эмоции. Вот они сегодня сказали своему мужчине о том, что у них беременность случилась. И мужчина как-то не так наотреагировал. Она заплакала, пошла в консультацию и записалась на аборт. Потом она очень долго об этом жалеет. Всю неделю в преддверии Дня матери активисты по всей стране собирали подписи для законодателей. Они за то, чтобы аборты запретить. Запретить кому конкретно, пока единого мнения нет. Например, как вариант не проводить эту операцию еще не рожавшим девушкам, за исключением медицинских показаний. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.